Итак, второй ход. Первый игрок у нас Минтипан. В фазе передышки мы ничего ей менять не будем. А вот первый раз за все эти игры я воспользуюсь... Чем я воспользуюсь? Я воспользуюсь... ...треком рейда. И возьму две улики с листа Патрис и поставлю их на трек рейда. Когда трек рейда будет полностью заполнен, тогда мы сбросим все улики с трека пропущения глубоководных. Так. И далее также я повышу скрытность для Патрис. Или нет? Нет, давайте-ка пока скрытность повышать не будем. Да, не будем пока повышать скрытность. Или повысим? Нет, давайте-ка повысим. Так. Увысим скрытность для Патрис. И что мы сделаем? Теперь уже фаза движения. У Минтипан пять пунктов движения. Она перейдет в черную пещеру. Раз, два. И у нее остается три пункта движения. Она воспользуется двумя, чтобы прочитать короля в желтом. Так. Знание минус два. Знание равно четырем, значит бросаем два кубика. Так. Нет, мы не прочитали. Так. Не прочитали. Далее движение Патрис. Раз, два, три. И она подбирает три улики. И так как она получила более двух улик, она подвержена уничтожающему взгляду Гатана Туа. Так. Переворачиваем один жетон. Нам повезло. Патрис не сожрано. А теперь контакты. Начнем с Минтипан и перемешаем колоду. Большая пауза. Так. Переворачиваем колоду и смотрим. Черная пещера. Появляется монстр. Так. Давайте-ка вытянем монстра. Это у нас культист. Вступаем в бой. У него нет проверки ужаса. Плюс один, плюс четыре. Это пять кубиков. Так. Бросаем пять кубиков. И нам хватает количества успехов. У Минтипан уже два трофея монстров. И смотрим, что же происходит с Патрис в эзотерическом ордене Дагона. Вы ищите благословление Дагона. Если да, вытяньте две карты Инсмута и станьте благословленным. Так. А смысл играть, если мы не будем рисковать? Давайте рискунем. И мы сожрано. К сожалению, Патрис, у которого было два знака древних, сожрано. Ту колоду надо будет перемешать. Итак, небольшая пауза. Итак, мы перемешали все соответствующие колоды. И теперь у нас фаза мифа. Также мы выполнили то, что было сказано на карте Инсмутского облика. Мы поставили глубоководного, а Патрис была сошва. Так. И теперь у нас слух. И этот слух, который нам очень часто пытается в последних играх. Опасное заболевание. Так. Два жетона на трек безысходности. Так. Все монстры приходят в движение. Плюсики по-черному. Глубоководный, которым стало, Патрис уходит на улицу. Так. Этот глубоководный вихрь. Уровень ужаса повышается еще на один. Магазин закрывается. Так. И мы теряем еще одного союзника. Это у нас Ричард Аптон Пикман. Так. Ну и бросаем кубик для цвета из глубокого космоса. Так. Так. Четыре. Минти теряет одну единцу. Рассудка. Так. Я вообще не забыл поставить рассудок. Так. К здоровью тоже, кстати. Так. Все. Поставили. Ну и мы помним действие этого слуха. В течение трех ходов надо добраться до больницы Святой Марии. Кто там окажется в... Да. Кто окажется в конце движения в больнице Святой Марии, тот получит жетон Рока на свой лист. И через три хода те у кого-нибудь жетон Рока, у них останется одна единца дороги и на единца рассудка. Так. Все. Вы помнили. Все. И на этом второй ход очень жесткий заканчивается. Увидимся. Всё. Увидимся. Увидимся. Продолжение следует...